Издательство «Попкорнбукс» представляет Анастасия Евстюхина. Мионная нейтрина, пролетевшая сквозь наши сердца. Читает Вероника Нефёдова. Посвящение. Родная моя Ясонька, Яна, по-прежнему с нежностью вспоминаю я желтыми нитями солнца и зелеными нитями электричек Петербург-Луга, вышитое наше лето. Коробку теней Руби Роуз с зеркалом, загнутые твои ресницы, лица, которые ты создавала, и картины. Разговоры до рассвета о красоте, о книгах, о мужских и женских энергиях, походы в лес голышом, тяжелые серебряные перстни на маленьких пальцах, образы, навеянные тобой. Жаль, больше мы не расчесываем друг другу волосы одной щеткой, не пьем крепкий чай в маленькой кухоньке на просвещение. Ты обнимаешь кружку ладонями, а не держишь за ручку, так никто больше не делает из моих знакомых. Не лежим в траве у Муринского ручья, рассказывая друг другу прошлые жизни. «Дорогая Ка, наверное, ни одни подруги на земле никогда не были так близки, как мы с тобой в тот короткий и странный период, когда ты гуляла с парнем, в которого до истерики была влюблена я, и, надо признать, ближе мы уже вряд ли будем. И вряд ли я когда-либо смогу ощущать себя более живой, чем в то лето. Ведь тогда мы были юны, распахнуты настежь всему первому, и души наши бегали в легких платьях, продуваемых насквозь космическими ветрами. Благодарю тебя за каждый день, за каждую тропку, за каждый солнечный блик на мокром листе после дождя. Дочь, маленькая моя девочка, тебе нет еще и года, но во многом эта книга родилась благодаря тебе. Ради тебя. Конечно, может, ты не захочешь ее читать, когда подрастешь, и я не буду настаивать это твое право, но я бы хотела, чтобы ты прочла. Переосмысление прошлого, диалог с будущим. Ноябрь. Тая сделала попытку закрыть дверь. Пухлая сильная рука санитарки придержала ручку. Я должна видеть, что ты там делаешь. Но это же туалет. Да. Ты находишься в надзорной палате. За тобой надзор. Понимаешь? Даже гадить, что ли, без надзора не разрешается. Сейчас договоришься у меня до успокоительного. Не разрешается. Доктор наказал не оставлять тебя одну. Впрочем, ты этого заслуживаешь. Скукожившись, чтобы прикрыться, Тая приспустила шорты и трусы. Села на унитаз, скрестив руки на коленях. Санитарка продолжала стоять в дверях, уперев кулаки в крепкие бока. Отвернитесь хотя бы. Еще немного, и Тая расплачется. Она уже не бунтует. Она просит. Пожалуйста. Санитарка гордо расправила плечи. Будто раздулись мехи аккордеона. Повернулась боком. И на том спасибо. Надзорная палата детского дурдома. Блок из трех помещений. Большое, квадратное. В него попадаешь сразу из коридора. Здесь четыре койки. Ненавистная, вечно открытая дверь в туалет. Раковина в углу. Столы в центре. Сюда приносят еду. Возле входа сидит днем и ночью неусыпный часовой. Усколобая, плечистая царица-нянька. Руки у нее крепкие, как у мужика. Нянькам нужны крепкие руки. Одолевать буйных. Таких, как Ленка. Или как Аня Корнева. И манеры у няньки грубые. И шеи, нос и пальцы. Короткие, толстые, красноватые. Будто она вся наспех из глины вылеплена. В печи закалена. И душа в нее, богом через махонькую дырочку, как в свистульку вдунута. В квадрате спят трое. Аня Корнева, ее койка прямо возле няньки. Ленка и Ира Мальцева, самая младшая. Аня Корнева отказная. Так на карте маркером написано. Е-9. Но говорить она умеет только бэм-бэм. Корнева брыкается руками и ногами, как опрокинутая лошадь. И иногда у нее судороги. Стриженная голова Корневой, кокос. У нее были ши. Целыми днями она повторяет с разными интонациями. Бэм! 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 Няньки привязывают ее к кровати на недлинную веревку, чтобы не бродила по палате. Бэм! Бэм! Ира Мальцева и Ленка с виду не сумасшедшие. Ира не ест. Ей 9, но она мелкая, как дошкаленок. Няньки говорят, плохо растет, недостаточно витаминов. Ты не хочешь есть? Ня! Почему? Просто не хочу. Даже вкусное? Так не бывает. Бывает. Мне просто неинтересно есть. Я тебе завидую, вздыхает Тая. Ленка большую часть времени выглядит как обычно. И можно думать, что с ней все в порядке, пока однажды не увидишь, как она страшно хохочет, закидывая назад круглую кудрявую голову и цитирует при этом «Апокалипсис». И тогда нянька зовет другую няньку из коридора, потому что в руках у Ленки появляется поистине адская сила. Один пруд в ее металлической кровати согнут, и хочется надеяться, что это не она. Слишком жутко представлять, как такое могло случиться. Квадрат продолжается двумя продолговатыми палатами, разделенными стенкой, как две реки из озера вытекают. В одной из рек русалки наяды. Наташка, Светка, им по пятнадцать, у них длинные волосы. Они расчесывают их, сидя по-турецки на одной кровати. Наташка говорит, беременная она. Светка говорит про любовь. Учитель географии такой лапочка. Наташка говорит, родители не знают о ребенке. Светка говорит, играли с географиком в бутылочку. Выпала, поцеловал щеку и висок, ему двадцать пять. Они совсем не похожи на сумасшедших. Они рады. Третья койка-лодочка долго качалась порожнее. «Твоя», — говорит нянька. Она ставит пакет с тайными вещами на тумбочку. Шерстяное клетчатое одеяло сложено квадратом. Подушка стоит углом вверх. Во второй реке обитает Катя. Ей четырнадцать. И она все время зовет бабушку. Кажется, у нее нет родителей. «Бабушка!» — среди ночи. Отчетливо, сначала шепотом. «Бабушка!» — потом громче до крика. «Бабушка!» Катя встает, бродит по темной палате. Фонарные тени ветвей плавают по стенам, будто водоросли в толще воды. Катя всегда в ритузах. Катя ищет. «Бабушка!» — приходит нянька. Иногда она просит другую няньку из коридора ей помочь. Они укладывают Катю, умертвляют до утра. Утопленница Катя с полуоткрытыми страшными глазами храпит. Светка рассказывает. Есть простой способ определить, целовался мальчик хоть раз по-настоящему или нет. Нужно просто ему сказать, что он симпатичный. Если покраснеет — нет. Наташка рассказывает. Отец ребенка Ренат играл в хоккей на стадионе за школой. Наташка ходила смотреть с подружкой. Переглядывались. Жили рядом. Ренат свистел под окнами. «Выходи, жду!» — валил Наташку на снег. Щекотал. Хохотали. Наташкина мама уходила в ларек работать на весь день. И Наташка, кинув портфель и пожевав булки с маслом, шла на двор. Наташка боится, что о ребенке станет известно, ведь мама велит его убить и доучиваться в школе. Светка говорит. Географ гладил ее коленку. Тая смотрит на мерклые пятна света, подрагивающие под потолком. «А над нами километры воды, а над нами бьют хвостами киты». Слова из песни «Дыхание» группы «Наутилус Помпилиус». Из распахнутого туалета доносится умиротворяющее журчание. «А у тебя что?» — спрашивает Светка.